Средняя цена квадратного метра в столице Татарстана на вторичном рынке поднялась за месяц на 2000 рублей и составила 104 900 рублей. С чем связан рост цен на жилье, узнаете в нашем следующем сюжете. Если негде строить, то и нечего продавать. Поэтому и ипотека падает, и вторичка опережает новостройки. Так эксперты комментируют сложившуюся ситуацию на экономическом рынке. Недостаток новых проектов, наплыв по наехавших, рост цен, ставок и ужесточение условий ипотеки сделали сентябрь самым провальным за последние пять лет на рынке новостроек. По данным управления Росреестр Республики Татарстан, в сентябре в республике зарегистрировано 1109 сделок, что на 10,5% меньше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом, долевка и вовсе показала двойной спад – минус 49% к сентябрю 2020 года. Это всегда бывает связано с двумя причинами. Первое – это снижение предложения, и второе – это рост спроса. В нашем случае имеют место оба фактора. То есть предложение снижается из-за того, что цены на материалы очень сильно выросли. То есть по некоторым позициям, допустим, там, цемент, металлоконструкции и прочее, там, в полтора-два раза. Дорожают первичкой и квартиры с историей. Особенно в дефиците – предложения в Новосавиновском и Вахитовском районах Казани. Мало квартир в домах в пешей доступности до метро и не на первых этажах. На вторичном рынке в основном остались габаритные неликвидные квартиры с так называемым «бабушкиным ремонтом». Предложения по адекватной цене и с качественной планировкой и отделкой разобрали. Кроме того, выросли цены и на съемное жилье. По скорости роста цен Казань обогнала даже Москву. В прошлом году однокомнатную квартиру можно было снять за 11-15 тысяч рублей. Сейчас же комфортабельное жилье обойдется в 20 тысяч. Многие стали покупать недвижимость в инвестиционных целях. То есть в расчете на то, что сейчас купят по одной цене, а скоро цена сильно вырастет, и квартиру можно будет продать уже значительно дороже. Таким образом, и спрос и предложения, соответственно, оказали свое влияние на то, что сейчас цены на недвижимость в Казани и вообще в России растут. Какие прогнозы дают участники рынка? Эксперты не прогнозируют спад цен в ближайшее время. До нового года они будут расти и затем зафиксируются до апреля следующего года. Надежда Мещерякова, Универньюз.